Ну что, ребята, всем привет! Рад вас всех снова видеть! Очередной раз записываю ролик про данную копалку Бульба-1. Ребята, такие же копалки делают Веракс, Бометы, разные организации, только у них есть там минимальные отличия. Где-то есть резиновые колеса, где-то есть воздушные колеса, где-то есть боковое сдвижение, где-то нет его. Ребят, по своей нечаянной глупости я удалил нечаянно ролик, как говорится, нечаянно. Из-за этого я решил переписать, но все равно я считаю, что это будет полезная информация для многих коллеги. Из-за этого я еще раз расскажу о ее нюансах и для кого данная копалка создана и для чего. Так что, ребят, еще раз простите, так получилось, удалил ролик. Так что пишу по-новому. Друзья, о нюансах. Нюанс самый главный, ребята, это вот этот нож. Тоже это очень важный нюанс, он сделан из трех секций, коллеги. Постоянно, как я показывал, он забивается вот в этих промежностях, ребята, и не дает поступать картошке на отсеки. Вот, также, ребята, что я хотел сказать, что нож должен быть по-любому цельный, либо из двух частей, и заходить в пас-пас, чтобы выглядел как цельный. Также боковые подрезные ножи должно быть здесь шире и сделано ровно под эту стоечку, ребята, так как трава вываливающаяся попадает под железное колесо, колесо идет на юз, и вы тянете все, что есть за собой. Вот, ребята, обязательно ножи должны быть подняты вверх и отступлены ровно под эту стоечку. Вот под эту, ребята. Вот такой ширины должны быть ножи с направлением на трусилку. Вон постоянно, как видим, тоже самое забивается, есть тарелочка сюда, ребята, ломает тарелку, так как тоже неграмотно придуман нож. Проверяюсь, это важно, что ножи неграмотные. Второе, колес железных вообще на копалках, я считаю, в природе нету, и многие мне будут сейчас спорить, говорить, что, я вам скажу так, качественные копалки шли только на резиновых колесах. Да, они не дешевые были, дороже стоили, но только резиновые колеса, никакого железа, так как попадает трава, картошка, либо камень какое-то, колесо идет на юз, и еще раз повторюсь, ее начинает либо вести в сторону, либо она начинает зарываться, и получается, грубо говоря, действие плуга, ребята, оно режет, землю. Вот, поехали дальше. Трусилка у нас, ну, плюс, для кого-то плюс, ребята, для кого-то минус. Она у нас идет лента резиновая, кто-то ее хвалит, кто-то нет. Скажу, как есть, мне, допустим, не принципиально резиновая, мне кажется, железная больше походит, да, на шумнее, говорят, ну, потепло ломается, но, ребята, но если порвется данная лента, как ее сделать? Если порвется железная лента, вы меняете один сектор, цепь, грубо говоря, который идет там, и все, а ее как сделать? Зашить вы ее не зашьете, потому что она по-любому порвет дальше. Вот такие, ребята, нюансы. Что я хотел сказать, что данная копалка, ребята, данная копалка была создана под определенный спектр тракторов. Почему? Данная копалка весит около 300 килограмм, ребята, я скажу, как есть, у меня 4 трактора на сегодняшний день, и ни один трактор не может, грубо говоря, ее использовать. Почему? Для данной копалки обязательное количество оборота в лом должно быть не менее 800 оборотов в минуту. Не менее, если у вас меньше, вы можете про нее забыть. Это раз. Во-вторых, я считаю, она стоит около 1000 долларов, ребята. Во-вторых, я считаю, что данные копалки на сегодняшний день такого типа и такого веса должны быть полностью мобильными. Обязательно. Это не обсуждается вообще, ребята. Многие меня потом когда-то поймут и скажут мне спасибо, почему я так говорю. У меня предыдущий ролик, что скидываю, ребята, можете посмотреть. Я показал примерно, как должна выглядеть данная копалка в предыдущем ролике. Самодельная человек ее сделал, но она действительно сделана для того, чтобы любой из находящихся у меня тракторов мог справиться и у вас также, любой из мини-тракторов. Так как по данной копалке у вас трактор должен быть не менее тонны, с полным приводом обязательно, с нормальной блокировкой. Либо, если нет передка, ребята, должен быть с блокировкой и весом не менее полторы тонны. Как-то вот так, коллеги. Честно сказать, копалка мне в работе не понравилась. Я намучился с ней очень много. Вот и все. Так что, ребят, сказать честно, мнение за эти деньги, но она не стоит этих денег на сегодняшний день. Кто-то говорит, что мне нравится, что она подцепная, а не мобильная. Ребята, вас ждет ремонт коробок, либо обрыв полуосей, либо проблем в дальнейшем. Я вообще не понимаю, как можно, может, еще полтонны подцепить и работайте, ребят. Но это, конечно, у каждого выбора, но вы потом мне сейчас скажете спасибо, потому что я говорю, что сегодняшний день данную копалку переделать проблем нет. Поставить резинные колеса, поставить человеческий нож и сделать колесо в середине. спереди сделать еще одно колесо, регулировочную глубину и сделать простое прицепное, как в любом прицепе. Подцепил, поехал, ничего не грузясь, не нагружаясь, чуть ли не любой мини-трактор может справиться с данной копалкой. Как-то так, ребят, так еще раз извиняюсь, что нечаянно ролик удалил. Мне очень стыдно, коллеги, что так получилось. Но все равно я решил многих людей предупредить о том, что произошло. И не спешите покупать данную копалку. Все-таки это бешеные деньги. И пока производители не исправят ее, нет смысла ее покупать. Я говорю вам, как есть. Так что, коллеги, много вот за это время, за эти три дня пообщался с людьми, у кого есть данные копалки вообще и в целом. И мне говорят, сам даже производитель, ребят, говорит, что никто не жалуется на эти копалки. Один я только пожаловался, ребята. Я вам сейчас скажу, как есть. Когда я сказал все нюансы, производитель отчасти согласился с этими нюансами, отчасти. Вот. Но подразумевается по тому, что по типу только один я, пожалуйста. Ребята, у нас люди такие, как я еще раз повторил, и также обладатели МТЗ-132, они не говорят нюансов о данных вещах. Их бы уже давно исправили, если бы вы жаловались, говорили бы про это. Но вы все молчите. Так что, ребята, обязательно озвучивайте каждый минус, нюанс. Понятно, что вы там уже купили, попали на деньги, но будьте лучше, и вам всегда будет вести, если вы будете поправлять производителя, объяснять им, что там не работает правильно и как не работает. Так что, всех был рад видеть. Подписываемся, ставим лайки. До скорых встреч. Всем пока.